Доброго всем! Сегодня у нас вновь в работе ГВЦ китайского автопрома «Паттон». Приехала головка к нам ремонт из-за утечки охлаждающей жидкости. Уходила жидкость с торца головки из технологических отверстий, расположенных в сверлениях крепежных болтов. Эта проблема достаточно характерна для этих и подобных головок. Заодно клиент решил провести дефектовку и при необходимости осуществить полный фронт работ по головке. А вот те самые технологические отверстия. Как видим, пробка водяной рубашки дырявая. Здесь также видны мелкие отверстия. А вот следующая пробка вообще проржавела, что называется, в край. На последней ничего не видно, но все равно менять будем все. И поставим пробки бочонки из дыряви. И прежде чем приступать к общему ремонту, нам стоит сперва сделать опрессовку ГВЦ. Ведь если в чугуне трещина ее придется выбрасывать, то весь мой произведенный труд будет на смарт. А для этого нужно сперва запечатать эти отверстия, то есть поставить пробки. Опрессовать, а уже по результатам опрессовки принимать какое-то решение. И если все нормально, то будем делать весь остальной ремонт. Итак, извлекать пробки я буду со стороны плоскости цилиндров через вот эти отверстия водяной рубашки. Как видим, пробки с этой стороны хорошо видны. И их без проблем можно выбить из головки. А в этом отверстии мы вообще видим нарезанную резьбу. Это клиент сделал для того, чтобы крутить в это отверстие болт с герметиком. И тем самым устранить течь. Я взял обычный сварочный электрод, отбил покрытие, расклепал и немного загнул его конец. Вот получилась такая швайка. Вставляю ее в отверстие рубашки охлаждения и упираю в пробку. Молотком с нормальным таким усилием выбиваю пробку. Пробка от ударов в отверстие развернулась. Теперь мне остается только отверткой ее поддеть за край и вытянуть на свет божий. Подобным же образом удаляю и остальные пробки. Заглянем в отверстие. И в отверстие четко проглядывается ограничивающий пробку бурки и всякие наросты, естественно, на ней. Теперь нам нужно зачистить все посадочные отверстия. Делать это я буду при помощи вот такой самодельной щеточки. Она по диаметру как раз мне подходит. Беру дрель, вставляю щетку и приступаю к зачистке. Я буду полностью обращать. Как видим, очистить удалось очень даже хорошо. В этом случае нам в первую очередь, конечно же, важно само посадочное место. Теперь нам нужно сделать замер этих отверстий для заказа токаря на изготовление пробок. Замер делает Виталий, наш дотошный и взоркий глаз. Сделает он это двумя способами. Предварительно я грубо промерил отверстия штангером, колумбик показал 12 мм. Виталий же взял раздвижной калибр, зафиксировал диаметр и измерил полученные размерные хроники. У него вышло, что диаметр составил 11,98 мм. Далее Виталий взял нутромер, вставил и зафиксировал в микрометрах по мерной плитке в концовой мере 12 мм. А нутромер уже выставил по микрометрах. По результату замера диаметр составил в этом случае 11,97 мм. На соточку разница. Теперь нам нужно замерить глубину будущих пробок. Здесь такая точность не требуется, поэтому проводим измерение колумбик. До первого радиуса отверстия размер вышел 30 мм. До упора штангель показал 34 мм. Будем тащить пробку размером 5 мм. 1 мм дадим в запас на фаску и осадку. Рисуем простенький чертежик и отдаем токарь. К слову говоря, в головке было кошмарное отложение нагара. Диаметр в коллекторах был реально заужен. И чистить приходилось при помощи зубьевого молотка. Не вру. Упустил этот момент и не зафиксировал на видео. Но вот остатки приходилось выковыривать еще и не раз. А в это время токарь, на этот раз Сергей, подменный токарь, но не менее профессиональный. К сожалению, Виталия уважила спина. Приступил к исполнению заказа. И много времени у него это не заняло. Хоть и детальки милилепиздрические. В торце пробочек, как мы видим, мы сделали специальное углубление для оправки. Чтобы можно было уверенно забить оправкой пробки на свои места. И чтобы оправка наша не соскочила в сторону. Конечно, этого можно было бы не делать, но с углублением будет удобнее. Я, как обычно, перестрахуюсь и нанесу в посадочное отверстие немного герметика. Забивая пробку, лишний герметик выдавит в отверстие. А вот если нанести герметик на пробку, то он останется снаружи и толку от этого будет мало. Вставляю пробку напротив отверстия. Регулирую его по плоскости. Беру оправку, которую я подобрал из своего набора выколоток. И аккуратно, но уверенно забиваю пробку на своё место. Аналогично поступаю со всеми остальными пробками. Теперь головку отдаю опрессовщику Александру. Он заряжает головку в опрессовочный стенд. Опускает ванну с температурой 70 градусов. Предварительно подав рубашку охлаждения, давление 4 кг. Мы убеждаемся, что со стороны пробок нет проблем. Да и других нарушений герметичности нет. За исключением дырявых абсолютно насквозь пробок на поверхности головки. Но они нас мало волнуют. Их всегда перекрывает прокладка. Их вовсе никогда никто не меняет. Как и в данном случае, пробки были прогнившие до безобразных. Но мы их просто заткнули резиной и прошли мимо. Даже не ведая, какую злую шутку они сыграют со мной. Но об этом позднее. А вот теперь уже можно приступать и к общему ремонту. Головки требуется поменять выпускные втулки. Клиент СОУ заранее уже заказал втулки. Заказал оригинальные. Что ж, выбью одну втулку по мере её размера. Наружный диаметр выбитой втулки составил 14 мм и 3 соточки. Посмотрим, какой размер имеет новая втулка. Её наружный диаметр составил тот же размер. Все остальные параметры также соответствуют нашим потребностям. Теперь нам нужно измерить вылет втулки. Штангель нам врук. Её вылет составил 15 мм. Осматриваю посадочные места втулок на предмет всяких отклонений. Задиров, подтягов. Здесь в этом отношении всё отлично. Поэтому смело приступаю к монтажу новых втулок. Смазываю втулку обильно маслом. Жалить его не стоит. И соответствующая правкой забиваю втулку на своё место. Приблизительно забил её на определённый уровень. Беру колумбик, измеряю вылет. Нужно добить ещё 1,5 мм. Это, наверное, где-то один средний удар. Делаю его. Вновь измеряю. Да, всё отлично. Естественно, так поступаю со всеми выпускными втулками. Теперь посмотрим, как садятся наши клапаны. Клапаны, естественно, предварительно я почистил от нагара-копоти. И, естественно, восстановил на шлифовальном станке фаску. Рабочую фаску. Ставлю клапан, а он в конце подклинивает. Это однозначно набой во втулке при монтаже. И такая ситуация на всех помененных втулках. Удалим данный набой путём калибровки отверстий развертками. Берём подходящую развертку. Втулка, которая поскользящая, проходит во втулке, а внизу поджимается. И вправлю отверстие от набоя. Как вы понимаете, особого труда и сложности эта работа не представляет. Теперь расставлю клапаны по своим местам и посмотрю, что получилось. А получилось всё идеально и разворачивать втулки не требуется. Ради интересных посмотрю на разряжение в коллекторах до порезки. То есть на старых сёдлах. На впуске всё везде плохо. Посмотрю теперь на выпуск. Как видим, только лишь на одном цилиндре. Вроде как неплохо. Все остальные печали. Ну что же, ставим головку на станок и поступаем к вправке порезки сёдла. Режу листом полтора, впуск и два миллиметра в выпуск. Порезал первое сёдло. Сейчас слегка притру клапан. Посмотрю, как и куда ложится фаска. Я вижу, что на клапане, как и должно быть, фаска легла по краю с небольшим отступом. И само сёдло притерлось отлично. Что ж, продолжаю работать. Восстанавливаю фаски на всех сёдлах. Как-то вот так это всё смотрится по итогу. Проверю разряжение теперь после порезки. На выпуске практически всё идеально. А вот на выпуске стрелка доходит лишь до зелёной зоны. Что ж, беру в руки фаску, присоску и притираю все без отключения клапаны по своим местам. Проверять впуск не стану. Там всё нормально было и до притирки. А сейчас всё будет вообще идеально. Смотрю выпуск. Как видим, всё в порядке. Обязательно торцую ножку клапана. Торцую минимально, только лишь для того, чтобы убрать неровности и набои на торце клапана. Как видим, даже отражение присутствует в торце торцованного клапана. Заглянем в шахты форсунок. Видим, какое там творится безобразие. Естественно, очищаем шахту от всего этого безобразия. Есть у нас такая вот щёточка, то есть обычный помазок. Приварили к прутку и вышла удлинённая щётка специально для подобных работ. Вставляю дрель, выставляю оборотики на максимум и чищу. Ну вот, теперь можно приступать и к окончательной обработке поверхности прилегания. Фрезерую её на станке. Сняли с поверхности довольно немного. Головка тревой не была. И сняли с поверхности всего 5 соток. Обмываю головку в мойке. И теперь уже можно приступать к заключительному этапу сборки головки. Клин привёз оригинальные сальники. Перед их монтажом сперва поставлю нижнюю опорную шайбу, а уже затем ставлю сальник. Ставлю по своим местам клапаны на масле, то есть смазываю маслом фаску тарелки, клапана и саму ножку. Кидываю по своим местам отмытые пружины и тарелки. Вставляю сухарики и засухариваю клапаны. Обязательно обстучу ножки клапанов, чтобы сухарики чётко заняли свои места. Ну вот теперь всё готово. Но ожидал меня неприятный сюрприз. Никогда ранее дырявые пробки на прилавочной поверхности не меняли. Как я уже говорил, они перекрывались прокладкой, обжимались и проблем не возникало. Здесь же пробки были с огромными дылями. При опрессовке на них просто накинули резинки и опрессовали. Я даже не говорил об этом клиенту. Да, и у него не было проблем с ними. Но в этот раз, когда прокладку накинули, она оказалась, что шла по пробке и не перекрывала её. Естественно пошла течь. Пришлось конечно же заменить эти пробки. А вот Китай судя по всему совсем стал экономить. И выпускает теперь прокладки с минимальным перекрытием. Что ж, теперь будем учитывать и этот момент. А на этом всё. Кидайте донат, кому не жалко. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.